Эти парни сейчас извлекли двигатель и кладут его обратно в шнек. Если этот процесс не контролировать, техника остановится, и могут возникнуть трудности, препятствующие работе завода. Когда человек осознает цель своей деятельности, работа никогда не будет казаться бессмысленным занятием и всегда будет приносить удовлетворение. Сейчас будут сжигать 200 тонн гипса. Их достаточно для работы. А после того, как мы остановим печь, наши ребята уже во второй смене будут производить готовую продукцию. Ахаба Аумаров трудится на заводе сухих строительных смесей в ауле Индербор от Ираусской области. Это предприятие выпускает необходимые для строительных работ гипсовую штукатурку, несколько видов гипсовых грунтовок, клей на основе гипса и смеси для стыковок. Ахаба Шутайулы – главный инженер завода. Под его руководством работают 25 человек. На нашем заводе более 20 единиц техники и 20 человек водителей. Благодаря этим ребятам наша техника бесперебойно ежедневно работает. Семь лет назад, с первых дней запуска завода, Ахаба Шутайулы начал работать на заводе простым водителем. В коллективе он всегда отличался своей исполнительностью и ответственностью. Поэтому через несколько лет на него уже было возложено управление хозяйственной базой завода. А позже он был назначен на должность главного инженера. Зачем вы кладете эту резинку поближе? Да, муфта отошла. Теперь мы эту муфту ставим на место. Снабжение предприятия необходимым оборудованием, обеспечение бесперебойного движения транспорта, выявление дефектов в технике и их устранение – это условия успешной работы завода. Сложность в том, что все технологии на заводе зарубежные. В связи с этим Ахаба Шутайулы всегда держит руку на пульсе и в курсе всех повседневных дел предприятия. Благодаря нашему заводу мы работаем, приносим деньги в семью. Вся наша семья работает здесь с 2007 года. В свое время и брат тут работал. Вот так мы и трудимся. В целом работа неплохая. На сегодняшний день ни одно строительство, начиная с возведения фундамента и достыковки внутренних стен, не происходит без использования сухих строительных смесей. Прежде чем сырье превратится в готовую продукцию и поступит на строительную площадку, оно проходит длительный производственный процесс. Этот процесс немыслим без специальной техники. Научившись обращаться с машинами, я стал намного ближе к технике. А сейчас уже и оборудование делаем сами и управляем им тоже сами. Таким образом завод внедрил новые технологии и поставил задачу увеличить объемы продукции. Когда задача будет выполнена, появятся дополнительные рабочие места, которые так необходимы местному населению. Экономический кризис отразился на жизни аула Индербор. Уровень безработицы увеличился. Ухудшилось социально-бытовое состояние населения. Некоторые парни из нашего аула уехали на работу в Кульсары, Тингиз. Потом открылся этот завод, на котором в первое время работали всего 50 человек. Сейчас здесь около 120 работников. А с учетом работы в две смены трудятся около 140 рабочих. Готовая продукция доставляется во все уголки Казахстана. Завод «Биостек» вносит свой вклад в процветание Индербора. На средства предприятия в ауле были заменены изношенные трубопроводы водоснабжения и канализационной сети. Оно обеспечивает занятость населения, активно участвует в развитии производственной и социальной инфраструктуры села. Мы хотим, чтобы и в будущем создавались такие заводы, чтобы они давали нам рабочие места, а значит и источник дохода для населения. Руководство завода хорошо понимает, что главный актив предприятия – это специалисты, то есть человеческий ресурс. Поэтому в целях его поддержки разрабатываются специальные программы. Благоприятная среда, безопасность труда и улучшение социального положения – это самый устойчивый ориентир развития.